дорогие друзья приветствую вас на своем канале влюбленная в цветы а также приветствую всех своих гостей подписчиков и будущих подписчиков так что оставайтесь со мной думаю вам будет не скучно весело и возможно что-то новенькое от меня вы почерпнете сегодня что я хочу рассказать давно пыталась показать стеллаж мини стеллаж на кухонном окне но так как у нас здесь нет подсветки и нет жалюзи мне очень сложно показать все свои растения на окне чтобы не отсвечивала чтобы хорошо было видно сегодня у меня начался переезд с этого окна так как нас ожидают очень масштабные очень серьезные и в то же время очень радостные для меня события это отделка ремонт нашей кухни то есть полное обновление и поэтому мне нужно освободить мое окно ну и прежде чем освобода освободить печальная у меня такая новость но не редкость для меня у меня на растениях появились появился возобновился с времен с осенних времен это мучнистый червец но те растения которые были им поражены я уже отнесла в душевую там в основном и приемном и у меня я хорошо обработала а вот пепперомии они сейчас у меня на подходе я сейчас их уже в принципе составила в чашку чтобы туда отнести а потом решила показать вам отчитаться как они изменились с момента приобретения и в общем что у нас произошло здесь за год вот это сила генела если вы посмотрите предыдущее видео у ее посадки она была очень очень маленькая посажена в этот чайничек ее еле видно было там из-под грунта и ну в общем долго долго она у меня сидела долго не хотела расти долго развивалась она сидела у меня под крышечкой этого чайника пока пока со временем не начала вот как-то она знаете сидела долго набиралась сил у меня вот в такое впечатление и вот когда она набралась она буквально стартанула наверное с конца прошлого года может быть даже в декабре и посмотрите что сейчас с ней происходит какая густая посадка какая она красотка но я хочу сразу сказать что если кто помнит кто наблюдает за моим флорариумом маленьким который стоит у меня в зимнем саду там я сажала тоже силогенеллу но другой вид название и сорта я их не знаю могу сказать только одно что это была есть она почва покровная она видите как подушечка такая хорошая и поэтому вот так вот она растет я понятия не имею как я ее теперь оттуда буду вытаскивать крышечки давно на ней нет но там у меня были декоративные бусины все все конечно уже давно затянулась этой зеленью прекрасной но как-то буду потом вытаскивать рассаживать и даже пока не знаю может быть в тот же флорариум и и посажу потому что его тоже надо кардинально менять там фитония разрослась но об этом потом хотя не совсем потом потому что хочу сказать что для того флорариума когда я была на выставке я вот не помню осенью это была выставка не помню где-то у меня записано я приобрела себе хотя я далеко уже я извела все свои фиалочки и категорически запрещаю своей цветочницы подруги их заводить дальше но вот две вот такие вот крошки я себе купила вернее не крошки я купила листики вот один и был еще второй вот почему-то этот сорт сейчас я скажу как он называется лесной родник этот сорт называется лесной родник вот он очень очень капризный и посмотрите если вот это и в общем девочка какая-то не очень сильна в английском она посмотрите уже я даже не вижу где здесь родительские листики тоже было два листика и вот какие розетки она уже нарастила там он даже воздушные корешочки очень мелкие красивые у них цветочки и вот я и их специально взяла для фрора флорариума не знаю как у меня получится но мне кажется должно быть очень интересно и красиво когда я его обновлю я обязательно вам покажу а вот этот вот лесной родник один листик сразу сгнил у меня почему-то а этот я уже все я думала его уже просто выбросить и забыть и не думать о нем буквально на днях открываю коробочку а здесь посмотрите компенсация первого листика сразу две розеточки идут очень они мне понравились это очень маленькие крошечные розеточки очень интересные крошечные цветочки ну как они зацветут надеюсь когда-то они у меня зацветут я вам их обязательно покажу вот это из вот этих новинок далее вот так уже разрослась моя пилиания или пилиония не знаю ну честно вот почему-то у меня в самом начале моей цветочной деятельности росла такая и вот я была уверена что ее зовут пилея но как оказалось это пилиония красивая или прекрасная там уж как кому нравится она конечно выглядит не очень прям так презентабельно но дело в том что на данный момент я ее получила в подарок если опять же помните или посмотрите видео приобретения покупки апрельской прошлого года хои я покупала и вот продавец мне подарила маленькую веточку вот этой вот пилионии я ее укоренила укоренила сразу в этом горшочки и по мере ее отрастания вот примерно такой побег я прищипывала и здесь же прикладывала к грунту и укореняла вот таким образом ну два года и можно сказать уже за год она у меня наросла и теперь конечно я уже не буду ее щипать и я буду ее отпускать чтобы она уже начала спадать с этого горшочка но это сыпется конечно же сухие листики которые я естественно пересушиваю свои растения потому что окно южная и очень яркая а теперь перейдем непосредственно как взору пепперомий тех которые я приобрела 17 мая 22 года которые у меня росли некоторые выросли из листочков ну давайте все по порядку вот это первая красавица это бурбелла кстати ее ну те череночки которые я выращивала методом эксперимента сегментами листиками листиков есть видео я оставлю ссылку на него ниже этого видео в описании вы можете пройти и посмотреть как я это укореняла вот все каждый сегмент пепперомии дал росточек то есть отдельную розеточку и естественно их было много не я очень даже показывается удачно и продала но что я хочу сказать вот когда я показывала выставила в объявлении деток вот этой пепперомии никто особо ее не хотел и не заказывал но когда я выносила готовую взрослую розетку детки сразу разлетались очень даже хорошо вот вот так вот она хорошо наросла там даже вот куча маленьких деток но единственная субстрат субстрат я им сделала конечно сухой а поливаю я их редко поэтому немножечко немножечко особенно сейчас появлением очень солнечных дней они у меня начали подсыхать так следом следом идет шумерет вот она такая бордовая она красивая это без искусственного освещения она стоит у меня я уже говорила на южном окне и прям у стекла то есть яркая солнечная солнечные лучи ее вот так обильно освещают я считаю что в принципе цвет но она могла быть более более вот такой бордовый но как бы мне нравится и так и вот такой вот кустик нарос уже опять же я оставлю внизу этого видео ссылку на тот момент когда я делала распаковку этих растений и вы сможете увидеть какие они были и как они сейчас наросли ну а вот это конечно самая гордость моя это из-за чего я в принципе их и покупала эти пепперомии мне девочка показала что она купила и мне безумно захотелось такую же видите у нее по краю идет розовая кайма называется она абрикоска и мне безумно ее захотелось но она к сожалению уже закончилась у продавца и вот именно из-за нее начался весь сыр бор потому что я накупила все сорта которые у нее были но слезно просила хотя бы листик мне продать вот этой вот растюшки и она к счастью подарила мне два вот таких листика из которых у меня наросли даже сейчас покажу даже вот она еще детка осталось но из нее так как листиков было аж 2 поэтому и деток у меня было от нее много вот так а и что я хочу сказать вот я показываю прям всячески она сидит у меня видите там ну то есть я посадила их все в разноцветные стаканчики вот такие то есть одна серия но цветные ну вот я люблю цветные и чтобы и это не отличалось стаканчиком и размером но так как розеточка очень маленькая я ее посадила 200 граммовый стаканчик и закопала в этот грунт в принципе вот сейчас она уже подросла тогда она была совсем маленькая сейчас она подросла я могу вынуть вот этот стаканчик из грунта вытрухнуть эту розеточку вместе с грунтом и прям в эту лунку посадить порыхлить и при поливах при всем грунт смешается и теперь она будет получать еще больше питания и возможности для роста корней и так это было абрикос к ну или абрикос далее далее у нас идет ракоко ракоко я уже попав конечно же под азарт коллекционирования этих пеппероми я ее приобрела буквально у нас на рынке маленьким тоже росточком вот если честно не помню вам я наверное их не показывала уже ну чем мне нравится этот сорт у нее посмотрите какие красные обратная сторона листиков у нее красные черешочки кстати уже вот цветочек лезет початок вот на фоне очень гофрированных таких ланцетных зеленых листиков то есть мне очень понравился не сказать что супер такой крутой и сложный сорт но очень даже такой ну симпатичный достаточно так теперь перейдем green бабу ну конечно же она до последнего стояла у меня безумно красивая розетка их тут много но вот буквально в последние дни я ее чуть-чуть подсушила и у меня вот подсохли листики немножко деформировались конечно очень жаль ну ничего страшного как известно пеппероми она очень хорошо нарастает поэтому но посмотрите насколько кожистый и гофрированный этот листик вот листик как у крокодила я сказала ее название называется она green бабу ну прекрасно прекрасно я считаю что очень даже прекрасная красивая пепперошка так идем дальше вот это вот это красивая посмотрите она вроде бы ну наверное как больше свекольный но слегка выгоревший цвет вот такие листики у нее интересные старые вот так вот уже начинают бледнеть и зеленей а молодые вот так и и вот но я даже не знаю как объяснить точно могу сказать что видео не преломляет цвета но вот такое есть значит называется она сколько она квита да правильно квита и вот посмотрите по сравнению с шумерет вот какие листики по сравнению шума шумерет вот они как бы кирпичные наверное ну нет все таки сливовые ну не знаю назовите какие какой цвет у этих листиков но красивый вот он но главное что с красным отливом как-то вот так и опять же у нас же на рынке я приобрела вместе с рук каком я приобрела вот это вот пикколо вот она вот долго правда сидела на меня в маленьком горшочке поэтому листики измельчали ну вот я одновременно со всеми пересадила ее в больший и она пошла наращивать конечно и и полностью свой как кустик там очень много деток возможно я даже буду их его в скором времени прорежу немножко ну чтобы хотя и так вот она прекрасно мне кажется со временем даже листики будут укрупняться и будет хороший большой кустик то здесь я вам показывала еще еще тогда вот я сажала стеклянную клош вот это была моя зеленая тут вот идет уже цветонос вот он интересный какой вот моя взрослая то есть мамашка вот этой вот пеппероми она пропала благополучно ну это вообще не удивительно потому что я вообще ей про последнее время не уделяла никакого внимания и стояла она у меня в тени она чисто украшала мне интерьер пока не исчезла полностью и вот ее я сейчас хочу пересадить ну не сейчас в ближайшее время хочу пересадить в тот глиняный красивый горшочек а сюда возможно возможно сюда посажу одну картинку этой фиалочки возможно вот теперь теперь я на днях купила в магните у нас в магазине вот такое кашпо ну очень насколько мне не очень нравится вот эти вот сеченые головы но это было для меня как бы выглядело эстетично достаточно как бы такое ощущение что мозг в этой голове все-таки присутствует вот и мне захотелось ее приодеть то есть волосы и сделать но я была уверена что вот этот горшочек он в нее влезет а вот за счет вот этой вот выемки видите он вот цепляется и я уже думаю и купила пивной стакан он не влазит но надо искать какую-то бутылку из под минеральной воды более ну в общем я думаю в принципе что я теряю зачем мне этот вазон если я действительно для него купила исключительно вот для этой моей пепперомии эту пепперомию я тоже вам покажу 8 августа из питера посылочку показывала распаковку и там можно увидеть длину то есть у меня было две вот примерно вот таких паутинки этой простраты пепперомии тоже мне очень она понравилась вот своими вот пуговками маленькими и я получила и ее неукорененную а вот ну как я уже показала две вот этих паутинки я постараюсь найти видео и оставлю тоже ссылку в этом видео на распаковку той посылки вот и вот это пепперомии с ней же вместе вот она подросла кстати вот я ее выращивала и также каждую плеть потом старалась при шпилить грунту чтобы она вот ну не за месяца 4 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль шесть месяца вот за полгода вот так вот нарос этот кустик вот поэтому в принципе думаю можно побольше дренажа насыпать вот до глаз наверное в этот вазон и посадить ее сразу в этот горшок а иначе ну смысл покупать было если я не могу туда ее посадить и там же мне это продавец подарила вот такой маленький тоже малюсенький череночек вот этой пепперомии я ее не знала до этого но потом оказалось что это хоффмани изабелла вот посмотрите как у нее интересно растут листики они вот как в розетку собраны по четыре штучки на веточки вот так вот сложена маленькая молоденькая веточка потом они раскрываются эти листики то же самое все что росло я старалась пришпиливать грунту и вот так вот немножко наросло вот ну а это листик отпал я приложила и он кстати он уже прирос не буду вытаскивать чуть позже тогда если пойдет росточек может быть уберу вот в принципе что я хотела вам рассказать о своем южном кухонном окне вот так здесь чувствуют себя все мои пепперомии а вот и я не помню вот честно не помню показывала я вам или нет непентес вот с такими кувшинками но из-за того что воздух очень сухой не все они у меня развиваются некоторые подсыхают знаете даже если честно не воздух сухой опять же я ну не регулярно поливаю скажем так да и конечно комната очень жаркая и солнечная и поэтому они очень быстро просыхают но сейчас я прям вот этот я не пойму то ли он в поймал уже кого-то были он просто а он вы знаете он даже с рождения не раскрыл крышечку не открыл а этот вот хочет кушать ждет себе жертву ну вот что самое интересное этот непентес был сразу с двумя детками одну детку я отсадила и она благополучно принялась вот растет у меня в другом месте а это не стало потому что я не знала как насколько хорошо он укореняется или нет ну вот такой вот он хороший в принципе я так насколько я теперь знаю и поняла это все-таки более такое вот ну не то чтобы а а пельная но вьющее растение посмотрите вот ствол как у него уже вытягивается поэтому я уже думаю на будущее можно будет дырочки три штучки просверлить и как бы на подвес и повесить его ну посмотрим об этом я пока думаю что у меня здесь осталось здесь у меня уже в принципе обработанные мои череночки тут и бразил уже вон какой вырос красивый здесь укорененные мои фуксии которые я по осени срезала свои череночки для возобновления своих стареньких здесь же у меня и хой и которые я покупала позже осенью вот но это мои в общем моя триколор уже огромная вон какая выросла ну вот я все их они блестят да кстати хочу вам рассказать о про обработку я очень давно ну так как я садовод помимо цветоводства я очень давно знаю препарат от вредителей который называется 30 плюс сейчас я вам его покажу вот этот препарат вот такие бутылки я покупаю каждой весной он даже не весной а вот в принципе февральские окна или если при позднюсь в марте я этим препаратом всегда обработаю обрабатываю сад по голым ветвям то есть от всех паразитов защищает очень хорошо предотвращает плюс еще и борется с некоторыми болезнями и в прошлом году я у одного блогера увидела что она рассказывает этим препаратом она обрабатывает комнатные растения честно для меня это была дикость потому что на препарате на этом четко указано что обрабатывать сад до распускания листьев и я не понимала как же им обрабатывать по зелени я боялась что все сгорит очень много спрашивала в магазине в котором я покупала эти препараты меня сразу отговорили правда тогда я сказала что мне нужно побороться с мучнистым червецом на моих цитрусовых и она сказала категорически нет в общем объяснила это тем что не будет плодоносить но потом я поняла что когда он не будет плодоносить если он попадет на цветы тогда конечно опыление не произойдет и не будет плодов но в том году у меня настолько массово зимний сад был поражен мучнистым червецом что у меня был просто крик души и мне было все равно либо мои растения пропадут от мучнистого червеца либо же я рискну и защищу их вот этим препаратом я обработала скажу честно сразу забегая наперед безумно довольна очень довольна он очень хорошо защищает но его проблема в том что это эмульсия и она такая знаете как жирная она а ну да вот она на вазелиновой основе вазелиновое масло и поэтому после обработки вот сегодня я обработал своей душевой и сейчас мне предстоит растение оттуда вынести и полностью выдравить с моющими средствами с мылом душевую но что я хочу сказать еще мои наблюдения после обработки этим препаратом паразиты менее охотно поселяются на обработанном растении это вот я заметила потому что сейчас все равно мучнистый червец это такая зараза которая она может приходить к нам на растениях она даже вот 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 пожалуйста вот она видите белая это уже сидит мучнистый червец вот поэтому когда я обрабатываю я обрабатываю буквально даже горшок каждую обратную сторону горшка вот а лучше конечно в идеале потом пересадить это растение в новый грунт и в новый горшочек вот ну что я хотела сказать все таки обработанные растения менее поражаются повторно мучнистому червецу потому что это я обратила внимание сегодня были растения которые очень сильно поразились этим мучнистым но те которые до этого были обработаны они абсолютно чистый скажу честно это вообще не реклама совершенно я просто знаю что многие мучаются с этими гадами с которыми я веду уже давным-давно борьбу и я просто хочу мало того что рассказать ну на своем опыте я использовала его опять же не все растения его любят некоторые растения могут гореть я еще не знаю какие в моей практике пострадала от этого препарата исключительно хоя керри и причем не чисто зеленый лист а пестролистная вот у нее немножечко вот так вот края чуть подсохли подгорели вот сейчас я хочу обработать все эти свои пепперомии и буду смотреть как вот он на них повлияет поэтому примите к сведению не спешите сразу использовать на своих растениях попробуйте на отдельном на чем-то ну и если будет такая ситуация как у меня уже прям крик души то действуйте чем вы потеряете растения от этого гада уж лучше вы его потеряете от своих усилий я думаю так лучше но мне он помог и на чем он очень хорошо действует зарекомендовал себя и мне даже нравится после это на колотех вот на колотех стромантах на всех марантовых он очень хорошо защищает их от мучнистого червеца ой простите от паутиного клещика во первых во вторых он наносится на лист и лист блестит он как покрывается защитной пленочкой и знаете этот блеск он даже придает растению декоративности поэтому пробуйте пусть здоровыми будут ваши все растения не болейте сами хорошего вам настроения подписывайтесь на мой канал сейчас идет весна думаю буду вам полезно у меня начинаются пересадки притащила в дом мешок земли грунта буду все черенковать пересаживать в общем начинается горячая пора а с вами я прощаюсь спасибо вам за внимание и до новых встреч до новых встреч